Только за 9 месяцев этого года в городские больницы с отравлением психотропными веществами поступили 164 человека. И хотя это на 55 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, расслабляться не время, считает в Управлении по контролю за оборотом наркотиков. В 2022 году на территорию городского округа Самара было зарегистрировано 2065 преступлений, связанных со сбытом, употреблением и хранением наркотических средств. Наибольшую активность фиксировали в Кировском и Советском районах, в то время как в Самарском, Куйбышевском и Железнодорожном отметили снижение подобных инцидентов. Для того, чтобы работа по выявлению лиц, торгующих запрещенными веществами, шла эффективнее, необходимо наладить коммуникацию с жителями города не только очно, но и в онлайн-формате. У меня дом, также есть чат ТСЖ. В нем от председателя ТСЖ моего информации не поступало. А мы хотим добиться того, чтобы именно до граждан через них доводили. Когда сотрудникам полиции необходимо получить информацию о жильцах, что есть подозрения, что там проживают граждане, причастные к незаконному бороду наркотиков, также через данный чат быстро находятся активисты данного дома, которые помогают. Общение с гражданами через мессенджеры и социальные сети уже показало свою эффективность. Во-первых, информация мгновенно передается правоохранителям. А во-вторых, люди, знающие свой район, быстрее могут сообщить о подозрительных соседях, которые могут быть сбытчиками психотропных веществ. Главам районов по поручению мэра Самары Елены Лапушкиной поручено активизировать работу в социальных сетях, поставить в известность представителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний о необходимости создания чатов домов и подъездов, если таковые еще не созданы. Немножко надо пересмотреть работу. Те чаты, что у вас созданы, замечательные, только теперь надо информацию доводить уже через домовые чаты до активистов, чтобы они могли в общем чате предоставлять нормальную проверенную информацию. Впрочем, информацию, по мнению правоохранителей, можно предоставлять любую, особенно если возникают подозрения. По каждому сигналу будут проведены соответствующие проверки. Более того, необходимо постоянно вести работу с несовершеннолетними по профилактике незаконного потребления и сбыта наркотических средств. Выявление, пресечение, наказание, профилактика, агрессивная реклама, в том числе, которую мы стали сводить на нет. Работа со школьниками и главным администрацией, и руководителем местных общественных организаций, и отделом полиции, и управляющим компаниям. Нужно над этим работать. На сегодняшний день во всех учебных заведениях областного центра проводятся психологические тестирования детей и подростков на предмет выявления группы риска, регулярные совместные беседы с родителями и учениками, а также всевозможные тематические конкурсы. К примеру, сегодня в администрации города подвели итоги конкурсов рисунков и художественных работ «Самара без наркотиков» и «Дети Самары за жизнь без наркотиков». Победителям глава города Елена Лапушкина вручила памятные дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События.